Бойкот медреформы. Во Львове семейные врачи пока не будут подписывать декларации с пациентами. Такое решение принял городской департамент здравоохранения. Почему? Выясняла Галина Якушко. Я ничего не саботую. Вы знаете, куда спеши? У нас что, кинез свиток начался? Министерские реформы департаменту здравоохранения Львовского горсовета ни почем. Здесь решили подождать. Ни больницы, ни больных электронную систему вносить пока не будут. Нема официального юридичного документа, который регламентует деятельность этой платформы, этого функционала. Вот и все. У меня сегодня нет, как у руководителя, который несет ответственность за принятие решение документа, который регламентует и визначает законность этого процесса. И у меня нет никаких гарантий, как и у вас, про то, что ваши персональные данные, персональные данные мешканцев Украины будут сбережены. Четвертая коммунальная поликлиника Львова. Единственная в городе зарегистрирована в электронной системе. Но попасть сюда на прием к врачу все еще можно по старинке, взяв талончик в регистратуре. Семейный врач Ирина Соколовская регистрирует пациентов в обычной тетрадке. В списке уже около полутора тысяч пациентов. Говорит, хакерам ее информацию не заполучить. Занесить всю информацию о пациентах в электронную систему врачи готовы. В кабинете провели интернет и закупили технику, сделали электронные подписи. Ждут только указаний сверху. Пока же все по старинке. Талоны на прием к врачу и огромные очереди в коридорах. Когда семейные врачи начнут подписывать декларацию с пациентами, в департаменте здравоохранения пока не знают. Говорят, это станет известно после юридических консультаций. Галина Икошка, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интерлевов.